Говорят, что человек получает колоссальный прилив энергии, когда он чем-то восхищается. Чем восхищается и чем вдохновляется наша сегодняшняя героиня? Вы узнаете прямо сейчас в программе The One Any Million. Меня зовут Лилу. Сегодняшняя наша гостья, она, мне кажется, пришла в этот мир вообще с благородной миссией. Пришла в этот мир, я не случайно сказала, а не просто пришла в нашу программу. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли возможность прийти к нам в гости и поделиться своей философией жизни. Я хотела бы, чтобы наши зрительницы вдохновились вашим примером, чтобы они стали не то чтобы немножечко лучше, а чтобы, возможно, они тоже открыли в себе, скажем, нишу, которая была до этого нереализована, либо закрыта по каким-то причинам. Вы занимаетесь очень важным делом, а именно помощью детям. Детям с инвалидностью, да. Спасибо большое. Мне очень приятно тоже быть участником передачи. Расскажите немножечко о вашем проекте, чтобы те, кто не знаком с проектом «Дети-детям» и не знаком с вами лично, узнали вас, возможно, с новой стороны. Фонд «Дети-детям» действительно начинался просто как проект, даже не проект, просто помощь людям, которые нуждались в этом. Он начинался с помощи всего лишь семьи и семьям и одному интернату с детками с инвалидностью. Этот проект объединил моих друзей, таких же мам, как и я, которые не могли просто оставаться безучастными к чужому горю, к чужой беде. Наверное, нельзя так говорить, что болезнь ребенка — это беда, но действительно это нужно пережить, принять и научиться с этим жить, потому что дети с ДЦП, с инвалидностью — это диагноз на всю жизнь. И, возможно, миссия нашего проекта для кого-то покажется очень трудной, потому что если болезнь неизлечима, то какая же тогда может быть там победа? Но победа наших подопечных, даже маленькая, для нас это огромная, огромная победа, и мы радуемся каждому успеху ребенка с инвалидностью. А как давно вы начали свою деятельность? Сколько лет вашему фонду? Я поняла, что начиналось все с помощи вашей личной, ваших друзей. А кто сейчас вас поддерживает, кто поддерживает фонд? Мы начали заниматься благотворительностью действительно по личной инициативе, и каждая из шести соучредителей фонда делала это отдельно. Это началось в 2015 году, а сам фонд образовался в 2017 году, когда уже размеры нашей помощи и запросы людей стали намного больше, чем мы могли бы осилить каждый в одиночку. И поэтому вы объединились, да? И поэтому мы объединились, потому что мы понимали, что нужно много людей, и нужно не только много людей для того, чтобы помогать, а нужно воспитывать в людях вот это вот чувство доброты, отзывчивости, толерантности по отношению к тем, кто, скажем так, отличается. Ну вот говорят, что досягая какого-то социального статуса и уровня духовного развития, люди уже, у них возникает потребность отдавать помощь. Эти люди обращаются к вам или вы их сами находите? Ну у вас же появляются новые люди, которые готовы. Как это происходит? По библейским, по христианским законам любой человек должен просто отдавать десятину тем, кто в этом нуждается. Это просто христианская такая истина. И я считаю тоже, что в сердце каждого должно быть место для сочувствия и помощи другим людям. И, конечно, когда люди узнают о том, что мы помогаем, к нам приходит очень много писем с просьбами «Возьмите нас в фонд, потому что мы знаем, что если вы взяли, то вы уже не бросите». Это действительно так, потому что наша помощь не единоразовая, а семьи, которые у нас в проекте «Счастье в каждую семью», они точно знают, что гарантированно каждый месяц они будут получать помощь. И кроме этого у них всегда будет поддержка психологическая со стороны, с нашей стороны. Но это общественная деятельность. Меня интересует, как ваша семья относится к вашей деятельности, поддерживает ли она ваше начинание? Без поддержки семьи это было бы просто невозможно. Конечно, прежде всего, моя поддержка, опора и вообще мой стержень — это мой муж, который мне даёт возможность заниматься благотворительностью, поскольку я вкладываю в это не только финансы, но и очень много своего личного времени, очень много своей души, эмоций, сил. То есть это идёт от сердца, и это не может не влиять на состояние женщины. И, конечно же, мои дети. Дети всегда мои помощники. Младше — это мой волонтёр, первый незаменимый. А сколько лет? Младше — 16. Ну вот уже фонд существует. Мы говорили о том, что с 2015 года это была просто миссия добрая, а с 2017 года — это официально благотворительная организация, благотворительный фонд «Дети детям». И моя дочь Катя, она всегда со мной. Миссия клуба «The One in a Million» — это гармоничное развитие во всех сферах жизни, бокале суббаланса. Соответственно, я не могу вам не задать вопрос о гармоничном отношении в вашей семье. Есть ли какие-то лайфхаки, секреты того, как сохранить погоду в доме? Конечно. Очень важно, чтобы в первую очередь мужчина и женщина всегда дополняли друг друга, старались понять друг друга и поддержать. В нашей семье это однозначно приоритет. Даже у нас есть такое шутливое прозвище — неразлучники. То есть мы с мужем всегда вместе. И дети, конечно же, дополняют нас как пару, потому что дети — это наше продолжение и наша миссия — вырастить их, дать им всё самое лучшее и научить их тому, что мы умеем. Но помимо того, мы учимся вместе с ними точно так же. Мы учимся у них. Согласна, да. Дети наши учителя — 100%. «The One in a Million» — это сообщество успешных женщин. Что для вас лично успех? Какие узоры обрамляют это слово? Успех — это, наверное, достижение какого-то уровня, то есть достижение той планки, которую ты сам перед собой ставишь, ну в чём бы то ни было. Семья, карьера, какие-то увлечения. Вы успешная женщина? Я считаю, да. Это замечательно. И нам хочется, чтобы каждая зрительница, которая увидела эту программу, могла о себе сказать точно так же, что вы успешные, всё в ваших руках. И если вы что-то хотите поменять в своей жизни, нужно делать это прямо сейчас. Ещё один вопрос, который я вам хотела задать, он очень непростой. Вообще тема благотворительности в нашей стране, она воспринимается по-разному. Есть люди, которые активно готовы поддержать, вложить все свои силы и призывать на помощь всех друзей, чтобы поддержать какую-то инициативу. И есть обратная сторона медали, когда, ну скажем, не доверяют благотворительным организациям или фондам. Сталкивались ли вы с таким, потому что я лично сталкивалась. И для меня этот опыт был как бы болезненным. Поэтому мне интересно, как вот люди борются, скажем, с общественным мнением, которое от нас доходит вот с этой стороны. Совершенно верно. Есть, конечно же, и печальные опыты. Ну, в моей жизни, слава богу, таких не было. И, в принципе, я не планировала становиться создателем благотворительного фонда. То есть, как я говорила, моя миссия была просто помогать. А когда я увидела, что я уже не могу оставить этих людей, решила, что я буду одним из создателей фонда. Конечно же, бывают ситуации, когда все мы люди, да, и есть люди, которые, скажем так, нечисты на руку или на слово. И мне очень жаль, что некоторые люди попадают вот в такие ситуации, когда возникает печальный опыт, и потом недоверие, и даже отторжение. В нашем фонде мы делаем это таким образом, что у нас полная прозрачность. То есть мы отчитываемся перед благодетелями полностью за все финансовые расходы. Можно всегда получить, ну, бумаги можно получить в оплате. Мы всегда с радостью берем с собой в поездки, в интернаты людей, которые нам помогают. Даже если это совершенно новые люди, и они говорят, что мы готовы с вами поехать, мы обязательно берем с собой в поездку, чтобы они увидели воочию интернат, в котором содержатся дети, преподавателей, воспитателей, которые с ними занимаются. Мы берем их в гостевые визиты в семьи, чтобы люди действительно видели, кому они помогают. Потому что это очень важно. Ну, и я бы хотела, знаете, что сказать, что я очень рада, что в Украине на самом деле благотворительность развита очень хорошо уже сегодня. Есть такие исследования The Gary Foundation, которые показывают очень-очень много различных направлений в плане благотворительности, и это не может не радовать. А если нас сейчас смотрят женщины, допустим, которые вот прямо сейчас поняли, что да, она готова, созрела, с чего ей начать? Можно попробовать просто посмотреть различные сайты про благотворительность и выбрать именно тот фонд. А какой у вас сайт? Давайте мы озвучим. Наш фонд называется «Благотворительная организация, благотворительный фонд «Дети детям» или же «Кидс ту кидс фонд». Вы можете найти нас в Фейсбуке, в Инстаграм и посмотреть наши ресурсы в Сафари. Лен, у меня такой вопрос возник. А в чем для вас смысл жизни? Потому что, ну, я понимаю, вот работа, она как бы вот как облаком, да, просто окутывает вас, и вы так много об этом говорите, и с большим очень теплом, с очень теплой энергетикой. Но есть, наверное, какой-то глобальный смысл, вот чему бы вы хотели посвятить свою жизнь? Для меня смысл жизни — это любовь. Это любовь и гармония. Ну, для меня нет ничего дороже моей семьи, вот. И для меня очень важно, может быть, мега-мега важно, иногда даже слишком, вот именно гармония в моей семье. Вы знаете, такой искренний был ответ, и столько сразу света появилось в ваших глазах, что это не может не радовать. И вот мне хочется пожелать каждому любви, чтобы вы действительно на вопрос, в чем ваш смысл жизни, тоже смогли ответить, что он в любви. Я благодарю вас за то, что вы нашли время. Спасибо большое. Пришли к нам на интервью и, возможно, растопили чье-то сердце, и у нас станет хотя бы на несколько человек больше, которые готовы будут помогать своим ближним. Я очень искренне на это надеюсь и желаю всем любви, гармонии, здоровья и успеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...